Сегодняшнее видео вам 100% понравится, если вы любите красивую растушевку теней. И наверняка, если вы следите за какими-то профессиональными визажистами, то отмечали, что у них не просто красивая растушевка теней всегда, но еще чем отличается профессиональный макияж от любительского, это именно глубиной цвета, потому что именно глубина цвета создает новую форму глаза, создает какой-то рельеф глаза, благодаря этому можно охитрить и создавать разные формы, которые зрительно изменяют даже разрез глаз. И с каждым новым макияжем ваши глаза начинают выглядеть совершенно по-разному. Так вот, сегодня я вам продемонстрирую технику, которая в принципе достаточно затратная по времени, но она того стоит, если вы делаете макияж для какого-то важного события, или просто вы хотите сделать очень красивую такую растушевку с глубоким цветом, которая будет, скажем так, ваши глаза заставлять просто на первый план становиться. Для такого рода тушевки лучше всего подойдут какие-то большие палетки теней, там где много разных оттенков, там где можно выбрать, скажем так, из растяжки то, что вам подойдет в данный момент. Я буду конкретно все демонстрировать сегодня на вот этой палетке, это LORAC Mega Pro 2, и я буду использовать здесь достаточно много оттенков теней, и в этом, собственно, и заключается весь секрет, но именно в деталях я вам расскажу демонстрации, давайте приступать. Идеальные растушевки нам, естественно, не добиться без хорошей базы. Если сейчас посмотреть на моё веко, то у меня достаточно обильная такая сосудистая сеточка, которая будет мешать как раз-таки идеальной растушевке, поэтому первым делом, что мне нужно сделать, это её убрать. Я буду использовать MAC Pro Longwear Paint Pot в оттенке Soft Ochre. И наношу я эту базу, грубо говоря, как консилер, распределяю тонким слоем везде, даже под бровью, и во внутреннем уголке глаза также. Дальше мы будем двигаться от светлого к тёмному, и первый оттенок, который я возьму, это оттенок Porcelain. Это очень светлый молочный оттенок теней, и я его наношу основным образом прям вот под бровь. И, казалось бы, такой оттенок, в принципе, ничего не сделает, да, но в первую очередь, что он делает, это выделяет бровь мою, а во вторую очередь, почему любят такие оттенки добавлять в разные палетки, потому что по ним потом вам будет проще тушевать тени и добиться более идеальной растушевки. Теперь берём в руки растушёвочную кисть, и больше её не будем выпускать из рук, потому что дальше весь наш макияж будет именно ею и выполняться. Следующий оттенок, который я возьму, это будет оттенок Custard. Казалось бы, от Porcelain он не сильно отличается, но всё равно это добавляет глубину, поэтому его я наношу практически до конца. То есть, если предыдущий оттенок мы наносили прям до брови, то этот я оставляю чуть-чуть ниже. Дальше в ход у меня пойдёт оттенок Melon. Это достаточно яркий такой таракотово-оранжевый оттенок. И я начинаю со складки и опять-таки поднимаюсь чуть-чуть выше. И здесь принцип будет такой, что каждый новый оттенок мы наносим чуть-чуть ниже. И в итоге из-за вот этой многослойности получаем очень красивую растушёвку. Теперь я буду смешивать два оттенка. Возьму Melon и Tawny. И опять-таки наношу туда же. Добиваюсь той интенсивности, которую я хочу. И из-за смешивания оттенков появится опять-таки больше глубины в этом макияже. И вот обратите внимание, что я практически не занималась особо тушёвкой, но в то же время у меня уже нет вот этих жёстких переходов. То есть мне уже не нужно слишком сильно работать над тем, чтобы убирать какие-то недочёты. То есть буквально пару взмахов кистью и вот я получаю уже эту идеальную тушёвку. Теперь я буду брать оттенок Tangerine. И опять-таки сначала буду наносить его просто, а потом опять смешивать с оттенком Tawny. Tangerine это настоящий такой вот таракотовый оттенок, очень тёплый. И вот буквально, вот смотрите, уже видно, что у меня красивый градиент, без каких-либо жёстких линий. И я продолжаю просто спускаться кистью ниже, ниже, ниже и ниже. И добиваюсь идеальной растушёвки. В принципе, со средними тонами мы закончили. Теперь давайте приступать к более тёмным тонам. У меня в этой палетке есть отличный оттенок Saddle. И его я буду мешать с оттенком Tangerine. Когда на кисть вы наносите сразу два оттенка, то тушёвка опять-таки получается нежнее. И я буду проходиться уже на стыке, скажем так, подвижного и неподвижного века этими двумя оттенками. И мне кажется, что в особенности сейчас очень хорошо видно глубину и очень красивый такой градиент. Не видно, где заканчивается один цвет, где начинается второй. То есть у меня очень такой вот тёплый просто градиент получился из теней. Но на этом мы не заканчиваем, продолжаем дальше. Теперь на кисть я взяла сугубо коричневый. Я не смешивала его с терракотовым. И гуляю этой кистью буквально вот в самом уголке глаза, уже практически по подвижному веку. Но чуть-чуть буквально в складку я его ещё поднимаю. Напоследок давайте закончим чёрными тенями. Я буду брать оттенок Black и смешивать его с оттенком Saddle. То есть опять-таки я взяла буквально, еле-еле притронулась к чёрному и пару раз притронулась к коричневому, к тёмно-коричневому оттенку. И опять-таки стараюсь как можно ниже наносить его. И обратите внимание, что видите, у меня кожа практически не двигается. То есть я кистью еле-еле вожу по коже, практически не нажимаю. То есть даже не то, что практически, а вот так вот как будто поглаживаю просто кистью глаз. И никакого давления не создаю. И сейчас вы можете оценить финальный результат по растушёвке. Мы с вами использовали целых 7 оттенков теней. Но мне кажется, что это того стоило, потому что градиент получился действительно очень красивым. Тушёвка практически незаметна. Все цвета один переходят в другой. И я бы даже не сказала, что можно выделить какой-то один оттенок. Всё очень плавно перетекает одно в другое. Эта техника безумно хорошо работает в смокеае, в каких-то насыщенных вечерних макияжах. И таким образом, когда вы смешиваете тени, у вас всё-таки получаются более интересные образы, нежели просто если вы возьмёте какой-то тёмный оттенок и немножко его подтушуете более светлым. Ну вот и всё. Я очень надеюсь, что эта техника вам понравится и что она у вас приживётся. Обязательно оставьте комментарий. Сообщите мне, пользовались ли вы этой техникой, как у вас получилось. Насколько лучше получилось, чем раньше у вас получалось, возможно. Если вы уже раньше пользовались этой техникой, тоже обязательно сообщите, может у вас какие-то есть ещё дополнительные трюки. И на этом я буду с вами прощаться. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать новые мои видео в будущем. И мы с вами тогда увидимся в следующих видео. Пока!